А теперь давайте сменим тему и поговорим на тему номер 6 об Адаме и Еве. Первые три главы книги «Бытие» содержат повествование о Адаме и Еве. Эти три главы чрезвычайно важны для того, чтобы понять христианское мировоззрение, библейское мировоззрение. Когда я преподавал мировые религии в университете в Кении, половину части своего курса, посвященной христианству, я проводил в комментариях к первым трем главам книги «Бытие». Потому что без этих глав понять нашу сущность, сущность человека с христианской точки зрения, невозможно. У нас не так много времени, и все же в эти главы мы углубимся. Точно так же и исламское понимание первой семьи Адама и Евы чрезвычайно важно для понимания исламского богословия и миссии мусульман в мире. Есть между нами сходство, есть между нами и различия. Я рассказывал вам уже сегодня о том, как не понравилось имаму в Найроби мое описание Адама и Евы в третьей главе нашего курса «Изучение Библии для мусульман». Что же ему так не понравилось? Не понравилось ему то, что ведь в христианстве человек представляется в принципе добрым. Адам, конечно, ошибся, но ошибка его поправима. Ошибку его можно забыть. В принципе, с Адамом все нормально, у Адама все нормально. А в библейском рассказе Адам и Ева отворачиваются от Бога. Мы становимся грешниками, и нам нужно искупление. Согласно исламу, нам нужно наставление. А по Библии — искупление. Вот там различия между двумя подходами. Это различие происходит прямо из рассказа о событиях в Эдемском саду. Именно поэтому так не понравилось моему исламскому другу-богослову идея о том, что нам нужно искупление, что мы грешники. Еще один мусульманин сказал мне после продолжительных диалогов в большой мечети. Он мне сказал, вы знаете, мне очень не понравилось, как вы рассказывали об Адаме и Еве в Эдемском саду. Что ему не понравилось? Ему не понравилось, что я говорил об Адаме и Еве, когда Адам и Ева отвернулись от Бога. Бог приходит к ним и встречается с ними, находит их, когда они прячутся от Бога за кустом. Почему моему другу-мусульманину так не понравилось? В исламе Бог никогда к нам не приходит. Бог никогда не снисходит, не спускается к нам. Если читать Коран, то Бог посылает Адаму и Еве свою волю, но никогда сам к ним не спускается. В библейском повествовании Бог приходит и ищет их в Эдемском саду, находит их, когда они прячутся от него за кустом, и встречается с ними. Вот вам общность, и вот вам различия между библейскими и короническими историями. А теперь переходим в нашем плане ко второму пункту. Кстати говоря, сразу назову домашнее задание. Для чтения вам задается третья глава из вот этой книги, «Пути», «Пути», третья глава. А по диалогу читайте, пожалуйста, вторую, третью, четвертую главы. Вторая, третья, четвертая. Да, много-много получается, но ничего. Вторая, третья, четвертая. И еще четырнадцатая, пятнадцатая и шестнадцатая. Два, три, четыре и четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шесть глав вам по диалогам для чтения. Итак, согласно Корану, Адам и Ева... Нет, Адам сотворен в раю. И вот что интересно. Бог вдыхает в Адама свой дух. Что это означает? Катарега в своем диалоге, в своей части диалога, говорит следующее. Адам получил дух Божий. А значит, теперь он может отличать правду от неправды, истину от лжи. Во-вторых, он имеет волю, чтобы делать выбор. И в-третьих, он имеет власть использовать творение или пользоваться творением. В-четвертых, он имеет дар речи. Катарега говорит, возможно, это еще не все. Возможно, что-то еще он получил. Но, по крайней мере, по этим четырем областям, четырем аспектам человеческого бытия, человеческой сущности, согласны все мусульманские богословы. Все это происходит, потому что Бог вдыхает в нас свой дух. Адам сотворен не на земле, а в раю. Кстати говоря, Сатане совершенно не нравится, что Бог сотворил Адама. Более того, Сатана говорит Богу, ничего хорошего из Адама не выйдет. А Бог все равно создает Адама, вопреки советам Сатаны. А потом Бог учит Адама, Бог рассказывает Адаму имена животных. Так, вот эта штука называется крокодил. Бог, конечно, говорил не по-русски. Давайте представим себя. Бог говорит, вот это крокодил. Адам повторяет, крокодил. И вот все имена животных Адам быстренько выучивает. Он очень умный человек. А Сатана тоже пытается выучить имена животных, но все постоянно забывает. Через пять минут он уже забыл, что это крокодил. А Адам-то помнит. И вот Сатана начинает Адаму завидовать. И решает прийти и все испортить. И вот из зависти он понуждает Адама вкусить плод от дерева в райском саду, плод которого вкушать было нельзя. Нельзя, но Адам вкусил и совершил ошибку. И тогда Бог посылает Адама и Еву, Хаву, на землю. Он высылает их из рая на землю. То есть изначально они сотворены не на земле, а в раю. Но когда Адам совершает ошибку, Бог высылает его на землю. Но не в наказание. Нет. Он посылает его на землю, чтобы испытать Адама. Адам прибывает на землю, приходит на равнины, где сегодня находится Мекка. В окрестности черного камня прибывает Адам. И Бог теперь в этот момент посылает Адаму Ислам. Посылает с небес. тот Ислам, который получил тогда Адам, не записан в книге. Это устное наставление, которое Бог дает Адаму. Смысл этого наставления в том, во что должен Адам верить и как ему поступать. Итак, Адам получает вот это наставление, которое и есть Ислам. Именно это наставление, кстати говоря, Бог пошлет через много-много лет Мухаммеду. Наставление то же самое. Просто каждый раз оно все более и более ясно, все более и более понятно. Каждый раз оно разъясняется. Это версии, разъясненные версии того первоначального Ислама, который Бог послал Адаму. Получается, что мы живем на земле для того, чтобы выдержать экзамен, выдержать испытание. Когда я работал над этим курсом, меня попросили подготовить к этому курсу экзамены, ста вопросов. Представьте себе, целых ста вопросов экзаменационных. У меня получилось 16 страниц. Я работал, работал, делал, делал. Мне говорят, доделаешь, обязательно доделаешь, даже если здесь не доделаешь, то в Америке будешь сидеть и доделывать. Значит, в конце этого курса у нас будет письменный экзамен. Так вот, с точки зрения ислама, вся жизнь это курс обучения от Бога. Программа обучения это ислам. Учителя это пророки и имамы. И в конце курса будет экзамен для того, чтобы понять, насколько мы научились, сможем ли мы выдержать, сможем ли мы подчиняться исламу. Именно поэтому они выучивают Коран наизусть. Потому что это часть учебной программы. Видите, как все серьезно. Чтобы выдержать курс, нужно выучить весь Коран наизусть. И в конце жизни будет проверочный тест. Выдержишь тест, выдержишь экзамен или нет, от этого зависит вечная судьба. Значит, мы приходим из рая на землю. «Зачем мы приходим на землю? Зачем мы послан на землю? Зачем послан на землю Адам?» Для того, чтобы у Адама или у нас была возможность пройти этот великий учебный курс, данный нам Богом. И если он Адам и мы, соответственно, выдержим, пройдем это испытание, то мы попадем обратно в рай. Итак, из рая на землю, потом обратно в рай. В рай обратно, если только выдержишь. Если не выдержишь, тогда в ад. Значит, цель нашей земной жизни заключается в том, чтобы сдать и выдержать конечный экзамен, заключительный экзамен, тогда получается, что история никуда не идет, история никуда не стремится. История — это такая вставочка в скобках. Мы были в раю, мы спустились на землю, а потом обратно в рай, желательно, по крайней мере. Но зачем мы на земле? Для того, чтобы пройти учебный курс, для того, чтобы выдержать. И Бог нас проверяет, выдержишь или нет, получится или нет. И, как я уже говорил, они верят, что заказа каждым нашим плечом по ангелу и смотрят, выдерживаем мы или нет. А что за ангелы-то? Нет, хорошие ангелы, добрые ангелы и тот и другой. Но просто один из них записывает ваши добрые дела, другой злые. А ангелы и тот и другой хорошие. Вы обращайте внимание, после молитвы они смотрят через левое плечо, через правое плечо, чтобы посмотреть, чтобы обменяться взглядами с ангелами. В западной культуре иногда говорят, что есть один добрый ангел, один злой ангел, но у мусульман все по-другому, да? Насколько я понимаю, да, и тот и другой добрый ангел это посланники Божии. Они просто записывают разные дела. Один добрый и другой злые дела. Итак, на земле Адам должен заботиться о земле, Адам должен следить, чтобы на земле все было в порядке. Адам и Ева служат Богу и подчиняются его воле. Наша естественная склонность стать мусульманами. Наша естественная склонность подчиняться воле Божьей и стать мусульманами. Это свойственно нашей природе, нашей человеческой природе. Теперь библейский рассказ. Адам и Ева сотворены на земле, не в раю, а на земле. Эдемский сад находится на земле. Они сотворены по образу Божию. Что же это значит? На самом деле много чего это значит. В частности, это значит, что наша человеческая сущность больше всего проявляется, лучше всего проявляется, когда мы живем в правильных отношениях с Богом. Это значит, что мы имеем возможность общаться с Богом и понимать, даже в каком-то смысле понимать Божий разум, Божьи мысли. Это значит, что у нас есть власть над землей. Мы обладаем этой землей не для того, чтобы ее разрушать, но для того, чтобы ее украшать. Нам была дана власть, и Адаму была дана власть дать имена животным. Это значит также, что мы живая душа. Нас ожидает вечная жизнь. Мы живы вечно. Бог сотворил нас по своему образу. Значит, и вечность присуща нашей душе. И смертью, с громовой доской все не кончается. И, конечно, это еще не все. Конечно, есть и другие аспекты сотворения человека по образу и подобию Божию. Бог дает Адаму и Еве ответственность. Он поручает называть животных. А в Исламе кто животных называет? Сам Бог. В Библии кто называет, дает имена животным? Адам. Бог говорит Адаму. Так, Адам, тебе работка назвать животных. Так, Бог говорит Адам, вот это у нас будет крокодил. Ладно, думает Бог, хорошо. Он сказал крокодил, значит и будет крокодил. А это будет ослик. А хорошо, говорит Бог, значит ослик. Итак, наименование, называние животных. Адам дает имена животных. Когда мы даем кому-то имя, это указывает на то, что мы имеем власть над тем, кого мы именуем. Насколько я понимаю, после Вавилонской башни всех животных пришлось переименовывать, да? Да, но власть на это у нас есть. Независимо от того, на каком языке вы говорите, по-русски или по-английски. Мне нравится исламское понимание сатаны. Сатана более забывчив, чем Адам. Пожалуй, про наши ошибки сатана просто забудет, и это здорово. Да, интересный комментарий. Спасибо. Спасибо. Итак, Адам и Ева делают выбор. Они отворачиваются от Бога, вкусив плод дерева познания добра и зла. Что же это за дерево? Очевидно, скорее всего, что это указание на природу. В современном обществе мы превознесли науку таким образом, что наука стала для нас Богом. Мы говорим, что все познание добра и зла от науки. Наука это ведь изучение природы. Значит, мы превозносим природу. Мы делаем природу нашим высшим авторитетом. Но происходит это не только сегодня. Произошло это уже тогда. Адам и Ева поклонились природе, творению, а не творцу. Они решили, что познание добра и зла происходит из природы, из творения. Вот это, пожалуй, источник политеизма. Вот это источник многобожия, многобожия, и источник культа науки. Когда сегодня мы говорим, что наука имеет высший авторитет, мы начинаем поклоняться творению, дереву, а не творцу. Таким образом, мы отворачиваемся от Бога. Мы делаем самих себя и древо высшей властью. Отворачиваясь от Бога, мы становимся грешными. Мы умираем. И вот в сад входит сам Бог. Он встречается с Адамом и Евой, и он дает совершенно невероятное обещание. Бытие 3 глава, 15 стих, что сын, который родится у женщины, сокрушит голову сатаны. При этом он будет ранен, но возобладает, но окажется победителем. Змей символ зла, символ мятежа против Бога, но сын, который родится у женщины, от женщины, будет ранен, но при этом сокрушит сатану, наступив ему на голову, на голову змея, будет попирать голову змея. Он будет ранен, но при этом сокрушит голову змея. Я верю, что это обещание исполняется в книге Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно». Этот Сын, которого Бог обещает Адаму и Еве, это Иисус, Мессия, который был ранен в битве, но сокрушил сатану. В исламском же движении Бог посылает людям Свою волю. В христианстве Бог посылает Своего Сына. Вот что интересно, и в исламе, и в Библии, Бог облачает, одевает Адама и Еву в одежды. Мусульмане говорят, что это были одежды праведности. «Я облачу вас в одежды праведности». Мусульмане говорят, что одежды праведности это и есть ислам. Адам и Ева должны одеться, облачиться в ислам, но это исламское наставление, одежда праведности. А в Библии Бог закалывает животных и облачает Адама и Еву в кожаные одежды. Это указывает на умилостивительную жертву, жертву умилостивления Иисуса Христа, которая произойдет через много-много столетий. Верую в Иисуса Христа мы облекаемся в Его праведность, в Его крови. В самом начале человеческой истории была принесена жертва, чтобы облачить Адама и Еву в кожаные одежды, чтобы тем самым указать на жертву, которая будет принесена через много-много лет. А теперь давайте обратимся к четвертому пункту нашего плана. Здесь перед нами противопоставление рассказа Корана или учения Корана об Адаме и Адаме и Еве и библейского учения об Адаме и Еве. Сейчас я хочу попросить каждого из вас прочитать пункты нашего плана. Давайте начнем с Виталия. Коран говорит и Библия говорит. Иногда я буду давать комментарии, но давайте посмотрим, что здесь написано. Здесь такое сопоставление коранического и библейского рассказа. Так, 4.1, правильно? Да. Адам сотворен в раю, он послан на землю на время для испытаний. Библия. Адам и Ева сотворены на земле, сотворены для того, чтобы прославлять Бога и вечно наслаждаться общением с Ним. Давайте по два читайте, каждый по два. 4.2. Коран. Бог вдохнул свой дух в Адама, Адаму поручено распоряжаться творением. Всем, что на земле. Библия. Бог вдохнул свой дух в Адама и Еву, они носят в себе образ Божий. Да. Дальше сзади, пожалуйста. Садний ряд. Бог сам назвал животных. И Библия животных назвал Адам. А это власть. По Корану, по Исламу, Бог называет животных. По Библии животных называет Адам. И, пожалуй, вот этот момент, богословский момент, объясняет тот факт, что исламское движение столь активно исследует исламский закон. Потому что Бог не только называет животных. Бог дает указания по всем областям жизни. А в Библии наоборот. Бог рискует, но дает нам ответственность. Я думаю, именно поэтому, в частности, в христианизированных странах люди так активно занимаются наукой, потому что Бог заповедует нам исследовать этот мир. Нам дана власть. Мы можем называть, именовать животных. Значит, наше дело исследовать, познавать. Я не говорю о том, что исламское общество противонаучно. Нет. Но исламское общество прежде всего интересуется тем, как исследовать и применять исламский закон. Итак, ключевой вопрос. Кто называет животных? Кому дана эта ответственность? В зависимости от ответа на этот вопрос, мы делаем и следующие шаги. 4.4. Адам совершил ошибку. По своей природе человек благ. Библия. Адам и Ева отвратились от Бога и в мир пришли грех и смерть. С тех пор мы все причастны к греху Адама, ибо отделение от Бога означает искажение образа Божьего, по которому мы сотворены. Да, это величайшая трагедия. Наш уход от Бога, описанная в третьей главе книги «Бытие». Отчуждение от Бога. Даже родители и дети отчуждаются друг от друга. Дети рождаются в боли, в страдании, в муке и так далее. Вот эта трагедия отчуждения от Бога отражается во всех культурах, во всех странах, во всех семьях. Пятое. Коран. Бог не спасал Адаму наставление, то есть ислам. Это наставление руководства, одежды праведности и Библия. Бог обещал послать в мир своего сына во искупление человечества от греха. Бог одел Адама и Еву в шкуру животных, символ искупления греха, которое мы обрели в Иисусе, агнце Божьем. И шестое. Коран. Адам и Ева поклонялись Богу в Кабе и покорились Его воле, как первые мусульмане. Библия. Бог взыскал Адама и Еву в Эдемском саду и говорил с ними. Коран. Адам был первым пророком ислама. Библия. Адам и Ева были сотворены для общения с Богом. И восьмое. Коран. Именно в Кабе Адам впервые поклонился Богу. Поэтому все мусульмане совершают молитву лицом к Кабе. Никакого движения вперед в будущей надежде нет. Библия. Бог находит нас и обращается к нам, где бы мы ни были. Поэтому у христиан нет конкретного географического центра поклонения. Мы устремляемся вперед, уповая на Божие обетование искупления. В исламе, как я уже сказал, история — это некая вставка, скобочка. И вот в этой вставке наше дело подчиняться тому курсу обучения, который послал нам Бог с небес, исламу. Именно этому и нужно посвящать свою жизнь. Это некая вставка. Нет движения вперед. Даже в молитве мы постоянно обращаемся к Кабе, тому месту, где Мадам в свое время поклонялся Богу у черного камня. Такой признак того, что это центр. Движения вперед нет. Но в Библии история начинается в саду. А где приходит к высшей точке? Где приходит к высшей точке? В Великом Небесном Городе. В Великом Городе 21-22 Глав Откровения Иоанна Богослова. Городе, который спускается на землю, где небо приходит на землю. История движется к величайшему завершению, городу, который строит Бог. Все начинается в саду и завершается в городе. В библейском повествовании перед нами развивается великая история того, как Бог трудится в этом мире. Мы не зацикливаемся на Адаме. Мы не говорим «Хотим слушаться Бога, как Адам». Нет, мы движемся вперед к исполнению великого замысла Божия, к возвращению к второму пришествию Иисуса Христа, когда установится Божие Царство навеки. В Иисусе присутствие и исполнение этого Царства. Он приходил на землю в первый раз и был полным откровением этого Царства. Он придет снова, и Царство это исполнится и свершится. Поэтому и мы молимся, братья и сестры, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Господи, вот это Царство, которое будет исполнено, пусть это начнется прямо сейчас среди нас. Это движение вперед, призыв движения вперед. в истории есть направление. Это не просто вставочка, она идет вперед. И куда бы ни приходила Церковь, где бы не провозглашала Церковь христианства и Христа, культура меняется. Это движение ради преобразования культуры, потому что Иисус хочет, чтобы мы преобразовывались. Завершаем наше общение. Итак, в исламе мир — это школа, в которой хорошие ученики. Нам нужно учение и наставничество. А согласно Библии, мир — это больница. Нам нужен врач, который может воссоздать и исцелить нас. Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»